Приветствую всех! Это канал Школы Вязания Наша Пряжа. В сегодняшнем видео мы вяжем вот такой пористый узор. Он называется крупные соты. Это его лицевая сторона и изнанка. Узор очень плотный, достаточно обжорливый, хорошо есть так пряжу, но изделия из него очень красивые. Вот смотрите, мы с такого узора свяжем манишку и шапочку. Это будет комплект пористый шоколад, он сейчас готовится на youtube, уже в следующих видео его ожидайте. Значит, для вязания узора набираем количество петель кратно 8. Вот один раппорт это 8 петель. Так, и плюс 2 кромочных петли. Вверх повторяется у нас 8 рядов. Спицы берем немножко больше, чем обычно вы берете для вязания, чтобы узор был помягче. Здесь как здесь, но вот этот у меня вообще мягенький получился, несмотря на такие забитые косты. Так, смотрите, какая смешная изнанка. Петли я наберу всего для двух раппортов. Так, чтобы не показывать. Так, это 2 на 8 будет 16 петель плюс 2 кромочные. Это 18 петель я должна набрать на две спицы. Так, значит, первый ряд у нас с лицевой стороны кромочную петлю снимаем. В первом ряду все петельки провязываю просто вот так лицевыми. Вот каждую петлю провязываю лицевой до конца ряда. предпоследняя лицевая кромочную вяжу изнаночной петлей. Так, это у нас все первый ряд. Так, теперь работу повернуть. Второй ряд у нас с изнаночной стороны. Так, с изнаночной стороны снять кромочную петлю. Все петли провязываю вот так изнаночными петлями. Сразу для тех, кто спросит, можно ли вязать бабушкиными, а не классическими изнаночными. Можно просто с лицевой стороны все петли будем вязать за заднюю стенку. Я вяжу классическими изнаночными, но вы можете вязать так, как вам удобнее. Вяжем изнаночными до конца ряда. Кромочную тоже изнаночной петлей. Так, это все у нас был второй ряд. Работу поворачиваем. В третьем ряду начинаются наши перекрещения. И для перекрещения вам потребуется вот такая дополнительная спица. Или любая другая спица, чтобы на нее можно было снимать петли. Итак, снять кромочную петлю. Начинаем из перекрещения 2х2 с уклоном влево. Две петли я снимаю на дополнительную спицу. Так, и оставляю эти петли перед вязанием. Дальше, с левой спицы я вяжу 2 лицевые. Теперь 2 петли с дополнительной спицей вернуть обратно на левую спицу. И тоже их провязываю как 2 лицевые. 1 и 2. Так, это у нас все перекрещение 2х2 с уклоном влево. Теперь я делаю такое же перекрещение, только с уклоном вправо. Две петли я снимаю на дополнительную спицу и оставляю их уже за вязанием. С левой спицы вяжу 2 лицевые. Дальше, с дополнительной возвращаю обратно 2 петли и провязываю их так же, как 2 лицевые. Последние 8 петель это раппорт узора, его мы повторяем. Значит, снова 2 петли снимаю на дополнительную спицу и оставляю перед вязанием. С левой спицы вяжу 2 лицевые. И если вам удобно, вы можете сразу с дополнительной спицы 2 лицевые провязать. Мне просто намного удобнее вернуть и провязать их с левой спицы. Вот так. Перекрещение 2х2 с уклоном влево. Снова на дополнительную спицу снимаю 2 петельки, но уже за вязанием. С левой спицы вяжу 2 лицевые. И 2 петли вы можете провязать прям с дополнительной спицы. Вот так тоже лицевые. Так. Это у нас перекрещение 2х2 с уклоном вот вправо. Кромку вяжем изнаночной петлей. Так. Смотрите. Более подробно. Третий ряд. Работу повернуть. Четвертый ряд. У нас, как все изнаночные ряды, будут вязаться изнаночными. Кромочную петлю снимаем. Каждую петлю я провязываю вот так изнаночной петлей. И так все петли вяжу изнаночными до конца ряда. Последнюю кромочную тоже вяжем изнаночной петлей. Так. Это у нас готовый четвертый ряд. Поворачиваем вязание. Так. Пятый ряд с лицевой стороны. Все петли должны вязаться лицевыми. Значит, я снимаю кромочную петлю. Все петли провязываю лицевыми. Вот. Каждую петлю лицевой до конца ряда. Предпоследняя лицевая. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Это у нас был пятый ряд. Так. Поворачиваем в шестой ряд с изнаночной стороны. Кромочную петлю снимаем. Все петли провязываем изнаночными. Кромку конца ряда тоже изнаночной петлей. В седьмом ряду с лицевой стороны перекрещение. Вот этим мы будем делать другую сторону. Так. Значит, снимаем кромочную петлю. Если мы начинали в предыдущий раз перекрещение влево. Теперь я начинаю с перекрещения с уклоном вправо. На дополнительную спицу снимаем две петельки. Оставляем их за вязанием. С левой спицы вяжу две лицевые петли. Затем возвращаю обратно две петли на левую спицу. Те, которые я сняла. И провязываю их как две лицевые. Это у нас перекрещение 2х2 с уклоном вправо. То же самое, только с уклоном влево. Две петли снимаю на дополнительную спицу. Оставляю перед вязанием. С левой спицы вяжу две лицевые петли. Раз. И два. Теперь две петли вернуть обратно. И провязываем их как тоже две лицевые. Это перекрещение 2х2 с уклоном влево. Повторяем. Две снимаем с овязанием. С левой спицы две лицевые. Две вернуть обратно. И провязываем их тоже как две лицевые. Это перекрещение 2х2 с уклоном вправо. Две снимаем перед вязанием. С левой спицы две лицевые. Две вернуть обратно. И провязываем их так же, как две лицевые. Так. Есть перекрещение 2х2 с уклоном влево. Кромышные вяжем изнаночной петлей. Это у нас все был седьмой ряд. Далее работу поворачиваем. Последний ряд нашего раппорта. Это восьмой ряд с изнаночной стороны. Кромышную петлю снимаем. Все петли провязываем изнаночными петлями. Вот каждую петлю провязываю изнаночной до конца ряда. Кромышную тоже изнаночной. Так. Вот эти 8 рядов. Это наш полный раппорт узора. Далее вы повторяете с первого по восьмой ряды. Чтобы получить вот такой полистый узор. Или узор сотый. И старайтесь брать спицы немножко больше, чем вы берете под свою пряжу. Тогда и мягче вот этот сам узор будет. Так, значит, в следующем видео мы уже свяжем манишку и шапочку вот этим узором. Всем спасибо! С вами была Катерина Мушин на канале Школы вязания Наша Петляши. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok